Ранним утром среды напротив торгового центра «Большая Медведица» дежурный автомобиль пультовой охраны «Дозор» проутюжил автобусную остановку, сбив военнослужащего, ожидавшего общественный транспорт. Число жертв могло бы исчисляться десятками. Это одна из самых оживленных городских остановок. Спасло раннее время – шесть часов. 21-летний молодой человек должен был ехать в Князьеволконское в расположении части. Ждал 101-й автобус, смотрел в сторону центра города, откуда он и должен был появиться. Пробокс налетел на военнослужащего со спины. Опасности пешеход не видел до последнего момента. Отшвырнув человека в сторону, универсал врезался в скамью и размолол бетонную урну. Сослуживец пострадавшего, проживающий поблизости, прибежал на место ЧП сразу же. Звонит, говорит, машина сбила. Я говорю, как машина сбила? Я думал, на дороге где-то, на переходе, не отбила. На остановке стояла, она прям в остановку, говорит, въехала. И била, болеть встать не могу. Все, я собрался, пришел, уже скорая. В «Тойоте» про бокс ехали два сотрудника ЧОПа. Это дежурные техники, которые в круглосуточном режиме устраняют неполадки сигнальной аппаратуры. Напарники ехали со стороны аэропорта. За рулем был 29-летний житель поселка имени Горького. Полицейским он признался в том, что уснул за рулем. Произошло это за несколько секунд до удара. Про бокс, ехавший по второму ряду, продолжил прямолинейное движение. А дорога здесь делает ощутимый поворот вправо. Проехав через встречную полосу наискось, универсал подскочил на бордюрном камне и оказался на остановочной площадке. ЧОПовца сотрудники ДПС освидетельствовали на месте. Давай, не сильно, не слабо. В течение пяти секунд, пока звучит сигнал. Ну, в принципе, скажу, стоп. Можешь начинать. Ещё, 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 ещё. Всё. Ноль? Ноль. Водительское удостоверение мужчина получил четыре года назад. Грубых нарушений правил за ним не числится. Станет ли он фигурантом уголовного дела, как автолюбительница в июле 2013 года, покалечившая на противоположной стороне дороги десяток человек, зависит от тяжести травм пострадавшего. События трёхлетней давности, повлёкшие гибель женщины, тюремным сроком для виновницы ДТП не закончились. В ходе серии разбирательств она была приговорена к заключению, но в итоге попала под амнистию. С места происшествия Надежда Томченко, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.